добрый день дорогие мои друзья меня зовут жанна я всех приветствую на своем канале ну что я сегодня решила записать коротенькое видео такое чтоб со всеми познакомиться еще раз меня прибавляются новые подписчики добро им пожаловать новые зрители у меня прибавляется ну иногда мне задают какие вопросы поэтому я решила такое коротком в таком коротком видео вам рассказать кто я такая и что я вообще здесь делаю ну как вы уже поняли дорогие мои меня зовут жанна я живу в италии уже 18 лет данный момент например я еду на работу очень часто веду свои блоги из машины именно по той причине что я бываю движение и мне хочется с вами пообщаться ну и у меня на канале очень много разнообразных видео про наши прогулки про итальянскую кухню блюда всевозможные которыми я делюсь на своем канале и вообще я рассказываю о своей жизни в италии а попала я в италию в 2004 году приехала я сюда сейчас я проеду перекресток приехала я сюда из северной осетии аланья города владикавказа родная моя республика всем привет девочки мои дорогие которые меня смотрят люблю вас передайте привет моему родному городу у меня уже начинается депрессия по тому что я не могу туда попасть я обычно каждый год улетаю на месяц туда мой отпуск проходил уже много лет все 18 лет и вот первый год когда я туда не смогла поехать это этот год и мне очень тоскливо от этого ну я жду и надеюсь что в скором времени как только у меня это будет возможность я обязательно полечу домой прилетела я в италию и попала я к одной бабулечки на первую работу вы все знаете что а может не знаете что все мы тут начинаем нашу заграничную жизнь с работы на ночь на ночь я имею ввиду с проживанием и и работой то есть где работаешь там и спишь она называлась день и ночь она и сейчас так называется и вот я попала к одной бабулечке об этом я тоже рассказываю в своем своих видео моя первая работа она так и называется работа была у меня не очень тяжелая но тяжелая тяжелая в плане морально это первая работа это первое пребывание первый месяц в италии просто тоска слезы грусть печаль ну в общем всякое всякое было трудно до иммиграция проходила очень трудно адаптация проходила еще трудней люди разные страны разные менталитет разные многое не понимала было очень тяжело но все прошло и теперь наслаждаясь жизнь через три года моего пребывания здесь я привезла мою дочь миланочку которая недавно вышла замуж здесь вышла замуж тоже за итальянца а тоже потому что я тоже замужем вы уже знаете тоже по видео моего супруга массиво и миланочка тоже вышла замуж ей было тогда 11 лет и она училась в итальянской школы школе адаптация в школе у нее прошла просто замечательно она быстро освоила язык за два месяца но дети вот когда говорят дети быстро учат это правда за два месяца вот поверьте мне за два месяца она уже спокойно разговаривала по-итальянски и конечно ей помогали и учили и я ходила буквально первые три дня только с ней в школу и потом уже мне учителя сказали нам просто повезло со школой и с детьми и и с учительницей они ее так приняли хорошо они ее так душевно приняли что просто она быстро 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 освоила все а говорила я ей самого детства с первых дней школы милана если ты не будешь учить язык и не сможешь защитить себя то тебя просто съедят и выплывут ну дети жестокие вы сами знаете что издевательство какое бывает здесь да и везде над детьми особенно те которые тебя не понимают которые какую-то ступеньку ниже других то все считаешь ты пропал поэтому нам повезло да я благодарю бога что на самом деле все прошло именно так что освоила быстрый язык и меня учителя всегда хвалили за воспитание девочки какая она у вас хорошая какая на вас воспитанная и все спасибо им огромное еще раз ну и моя работа тоже поменялась я потом сразу после этой бабуле пошла на детей работать потому что очень хотела смотреть телевизор в каком плане хотя бы чтобы был какой-то голос рядом со мной так как это бабуля мне в целях экономии просто не позволяла его включать не позволяла гладить у нее даже не было утюга итальянцы вообще не любят гладить они не зациклены на лажки на стрелке на на всем этом и я очень хотела попасть попасть к детям и вот я попала в начале на замену одной замечательной женщины и потом после нее я уже нашла своих деток и так я как нашла я их не нашла она еще была в положении мама деток моих которые с которыми я сейчас работаю и вот я по сей день с ними им уже 18 лет они тоже уже нет будет 18 они тоже уже в каких-то моих видео присутствуют и поэтому добро пожаловать девочки смотрите мои видео они есть моих видео я с ними и готовлю и танцуют они и рисуют они в общем детки у меня замечательные где работаю и сейчас я тоже еду на работу работаю я пять дней по пять часов в день делаю там все что касается моей работы я делаю там все буквально все то есть убираю готовлю раньше гуляла с мелкими когда они еще были маленькие гуляла с ними с коляской для близняшек потому что девчонки близняшки и и по дороге всегда по дороге когда с ними гуляла проспекту получала всегда комплименты от людей какие они красивые какие они хорошие какие они какие не было всегда приятно теперь девчонки выросли и мальчишка уже подрастает ему уже 15 лет и все они учатся и каждый занят своей жизнью ну а я продолжаю работать сколько лет уже прошло это просто что-то на моем канале есть множество видео если у вас будут какие-то вопросы как я познакомилась мужем какая у меня свекровь какая семья моего мужа все 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 эти видео есть на моем канале поэтому добро пожаловать всех мои дорогие девочки и мальчики кто начал меня смотреть я очень вам благодарна особенную благодарность я всегда выражаю и буду выражать моим девочкам которые со мной с первого дня на моем канале которые мне пишут с первого дня огромное им спасибо это моя душа на общение вне моей родины я очень рада что я имею этот канал где я общаюсь с множеством людей которые мне пишут спасибо вам огромное девочки вы меня вас веселю вы меня веселите я их визуально даже не знаю мы общаемся только вот так под моими видео но это настолько душевно и приятно вы себе просто не представляете кстати обсудив один комментарий который недавно мне написал мужчина назову мужчиной потому что я не знаю его возраст судя по имени он на меня спрашивает жанна вот вы просите называть в просите писать вам комментарии а вы приветствуете только положительные комментарии или или как ну типа что то такое ну я говорю что вы писать отрицательный комментарий я по себе посудила я когда смотрю какие-то видео какой-то канал который ну случайно увидела открыла его и смотрю и что-то мне там не понравилось конечно я ничего не не пишу зачем мне писать кому-то что-то учить жизни этого человека зачем ты сделала так потому что очень много людей пишет всякие гадости другим тоже и зачем я говорю если мне человек не интересен ну я хотела чтобы он мне что-то написал что его вдруг не устроила зачем этот вопрос мне был задан вообще я не знаю может потому что у меня нету на моем канале что обсуждать я просто показываю свою жизнь самую обыкновенную жизнь которую я здесь веду живу если кому-то интересно добро пожаловать если кому-то не интересно тоже добро пожаловать на выход пожалуйста посмотрите очень много видео скандальных и в других на других каналах очень много видео просто которые делают это специально я ничего специально не делаю и не собираюсь делать это мой канал вот такой он у меня спокойный нормальный обыкновенный скажу даже какая я такой канал не знаю девочки говорят что позитивно много людей пишет много отзывов бывает ну вроде еще никто не жаловался ну конечно больные на голову сразу идут в блок то есть которые вообще не по теме там что-то связанное с общими событиями или что-то поверьте я в этом не виновата поэтому дорогие мои новые и бывшие и нынешние добро пожаловать всех на мой канал я вас очень уважаю и люблю и ценю без всякого сюсюканья я не умею сюсюкаться если вы заметили я сюсюкаться не умею и на этой прекрасной солнечной нотке у нас опять жарко ведь и я в коротком рукаве я с вами прощаюсь и до новых встреч дорогие мои пока-пока а